Приветствую вас, аноним. Несколько жаль, что вы аноним, потому что хотелось бы посмотреть ваш профиль, задавали ли вы еще вопросы, вот. Хотелось бы побольше о вас, конечно, информации, вот. Но, тем не менее, прочитал я ваш текст. Вы знаете, честно говоря, вот такое ощущение у меня возникло, да, что... Пишет не человек сорока трех лет, да, успешный, сильный, властный, ну, потому что у вас есть определенная власть, я думаю, с этим спорить вы не будете, состоявшийся во всех смыслах этого слова, да. Ну, я имею в виду эксперт, да, приспризнанный, там, вот это у вас есть. А девочка? Маленькая, наивная девочка, ребенок, причем, ребенок такой, знаете, несколько капризный, ребенок обидчивый. А ребенок, который подавляет себе очень много-много, потом он подавляя, выплескивает то, что он подавил в виде слез, эстерик, обид и так далее. Ключевым аспектом того, что ваш вопрос происходит из детского состояния, ключевым признаком этого является то, что вы не задаете вопрос. То есть вы, как ребенок сейчас, хотите, чтобы вас, возможно, пожалели, чтобы вам помогли, чтобы вас защитили, чтобы взяли ответственность, чтобы сказали, какие плохие люди там вокруг вас, да, что там муж, мама и так далее. Вот. То есть вам нужно либо, чтобы вас поддержали, поддержали, либо, чтобы вас направили, направили. Ну, то есть это направление, направление, я имею в виду, вот ты должна там делать то-то, 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 да. Но на самом деле данные позиции деструктивны, потому что сначала нужен вопрос, запрос. Что я хочу себе поменять, что мне нужно исправить. Если мы сейчас, например, я буду говорить о том, что вам нужно исправить, что вам нужно поменять, да, то вы, с учетом того, что вам 43 года, с учетом того, что вы, ну, состоявшийся человек в профессиональном плане, вы воспримите это все в штыки, потому что скажете, ну, блин, зачем ты мне советуешь, я тут помощи хочу, да, а ты мне говоришь, что я делаю не так. То есть, по сути, я превращусь в еще одну маму, вашу, в еще одного мужа, который будет, как бы, ну, обвинять вас, да, вот, в еще одного ребенка вашего, который будет говорить, типа, вот, если ты там что-то не так делаешь, то я расскажу кому-то, вот. Такая у вас будет ассоциация, так вы будете воспринимать меня, и моих коллег тоже, понимаете? В вашем случае нужно, чтобы вы сами увидели для себя то, что вы хотите поменять. То есть, пришли с конкретным запросом, да, к психологу, и сказали, вот, здравствуйте, а я хотел бы там сделать то-то, то-то, то-то. Вот, как мне это сделать? Все. Начинаем работать. Вот. А то, что вы здесь пишете, да, это всю историю вашей жизни. Это очень хороший фундамент для того, чтобы понять, кто вы, какая вы, какие у вас переживания, понимаете? Это очень здорово. То, что вы пишете, то, что вы описываете, это очень здорово. Но, как бы это не то, да, то есть, что-то из этого вы хотите оставить, что-то из этого вы хотите поменять, да? И что именно? Это большой вопрос. И вам на этот вопрос нужно ответить себе. Что вы хотите поменять? Что вы хотите оставить? Что вы считаете полезно для вас, что вы считаете нет? Понимаете? Потому что то, чего вы достигли, то, чего вы добились, вы сделали это в том числе и благодаря тому, кто вы есть. Понимаете? И если говорить сразу о том, что вы вообще неправильно живете, что вы вообще неправильно, вот, все, что вы написали, да, можно сказать, что все, что вы написали, это один большой деструктивный сценарий, как сказал мой коллега. Но вы поменяете, например, если у вас хватит духу принять это, вы поменяете, и что? Сразу потеряете работу, сразу потеряете успех, все потеряете. И по итогу будете, будете винить только нас, психологов, что вот мы вас переделали, и вы стали другой. И вы потеряли все, что у вас есть. Как бы, так мне кажется неправильно. Вот. Поэтому, писать нам, взрослым людям, из позиции ребенка, да, не задавая вопроса, по сути, только, как бы, жалуясь на других людей, это ваше право. Но это не запрос к реальной работе. Понимаете? То есть, вы пишете, что мне нужна помощь, но я не знаю, кто мне может помочь. Может помочь вам психолог, психолог. Да? Но помощь в чем вам нужна? Помощь, чтобы что вам нужна? Помощь, чтобы исправить какие аспекты вам нужна? Вот это, пожалуй, пожалуй, является самым главным. Пока не будет у вас сформировано этого запроса, да. То есть, можно поискать, да, можно поисследовать, можно поисследовать. Вот, например, да, вот когда вы, там, организовывали, допустим, свой бизнес или как, когда вы, там, делали-сделали второе, ну, как бы, то, что, когда вы уже не мебель продавали, да, а когда вы дальше уже двигались после разводов. Разводов. Вот тут не разводов, а после 2005 года, января. Вот. Вот. Благодаря чему Вы Добились успехов. Знаете? Это Нужно исследовать. Ну, потому что, потому что Только вам решать, что, что, что исправить, да. Вот. Это первое. А второе. Второе. Значит. Вы, как будто, постоянно ждёте защиты. То есть, вот, вы пишете, что Ммм. Ваши родители всё делали для вас. Ммм. Ммм. Вы были единственным ребёнком в семье. Ммм. Ну, если родители всё делали для вас. Ммм. Если вы, значит, были единственным ребёнком в семье. Да? Как вы говорите. Что Наверное Наверное Родители всегда вас Ну Защищали Наверное, родители всегда Для вас Что-то делали Вот Наверное Родители вам Помогали Как-то Да? И вы привыкли К тому Что они вас защитят То есть, вы обращаетесь К ним за помощью Как бы Вот Читаем, да Мне было лет 6 Когда мамина родная сестра Вела меня со своими детьми В какую-то деревню К родне По её мужу Вот Зачем Она вас взяла Для чего она вас взяла Понимаете? То есть Как Как это было субъективно Обставлено Было ли это вашим выбором Не было ли это вашим выбором Да? Дальше Так Значит Блины Я потянулся За одним Тарелку с блинами Мамина сестра Ставила в сторону С вами Таня придёт Ей надо Оставить Вот вы видите Вы Значит Пичите Таня Значит Таня надо оставить Хорошо На тарелке Была ещё Гора блинов Сказалось бы В этой ситуации Всё, что нужно было сделать Это сказать Хорошо Потому что Ну Это Правило чужой семьи Да? То есть Не вашей семьи Вот Хорошо Таня приходит И вы вместе с ней Как бы Там Угощаетесь Блинами Продолжаете угощаться Блинами Никаких проблем нет Но вместо этого Вы Вы Позвонили маме Рассказать эту ситуацию То есть По сути На ябедничать Ну Как бы Да? То есть Сказать Мне нужна защита Надеюсь Чтобы Как бы Институация Разрулит Знаете? Вот Откуда у вас Это было? Откуда у вас Вот это вот Стремление Полагаться На мнение На других Людей Хотя И вы это Делаете Постоянно Весь Ваш Текст Это про Вот Это Эту попытку Перенести Ответственность За Свою защиту За Своё благополучие За Свой комфорт За Свою гармонию С Значит Ну Себе Да? Самой себе На других людей Вы говорите Почему я Не могу Не могу Стать хорошей мамой То есть Как бы Я Успешный бизнесмен Ну или там Директор Да Вот Не важно Я Активный человек Я всё делаю Для своей дочери Но я не могу Стать Хорошей мамой Почему? Адекватной мамой Почему? Потому что Потому что Вы Не имеете Гармонии Себе Вы не любите Себя Вы не Защищаете Себя Апофеозом Апофеозом Неумение Себя Защищать Да? Случит То Что Вы Отдали Свою Компанию Мужу Без Судов Без Разборг Без Требования Там Не знаю Свои доли Компенсации И прочее Просто взяли И отдали Мы просто взяли И просто отдали Свою Свою Детище Понимаете? Потому что Защитить вас Было некому Ну то есть Некому было Сказать Давай Давай Я тебя Сейчас Защищу Да? Отстаю Твои Интересы Он Не имеет Права Так делать Так поступать Вот И так далее Давай сейчас Я тебя Помогу Никто Так Не сказал И так далее И вы Поступаете Так Снова И снова И снова И снова Можно было Подать Суд На музе За то Что он Там Долги Свои Там Повесил На компанию Можно Можно Было Переписать На него Директорство Фактически Можно Но этого не сделали Почему Потому что В 6 лет Вы звоните Маме И рассказываете Ей И очень важно Понять Очень важно Понять Какие Установки Какие Значит Приписания Какие Основания У вас Для Этого Почему Вы считаете Возможным Звонить Кому То Чтобы Кто То Защищал Ваши Права Почему Вы не Считаете Для себя Возможным Настоятельно Найти Выход Как Себя Защитить Здесь Необходимо Исследовать Все Преписания Ту информацию О себе Которую Вы получили От родителей Ну Как правило Родители говорят Что ты не переживаешь Мы все за тебя сделаем Ты сама Активность Не проявляй То есть Вот Не позволяешь Как бы Ребенку Да Действовать Более Более Свободно Более Ну Более Более Спонтарно Что-ли Вот Понимаете Какая Ссора И вот Как У вас Тогда Да Как У вас Тогда Вослигло Вот это Чувство Несправедливости Что Меня Не защитили Мне Не помогли Хотя Должны Ну Это Вы так Думаете На самом деле Не должны Были Да Так Как вы по жизни С этим И идете Как вы по жизни С этим И двигаетесь Постоянно Сравниваете Себя С Таней Вот Таня Сделали А мне Нет Таня Там Это А я Нет Таня Отличней Что Я Нет Там И так Дало Откуда Это Это Все Компенсация То есть Вы Вместо Того Чтобы Скомпенсировать Подобный Подобные Вот Вещи Какие-то Ну Неправильные Да Деструктивные Негативные По отношению К вам Самостоятельно Вы Это Компенсировали Своей обидой То есть Своим внутренним Обвинением Вот То есть Грубо говоря Голос Внутри Внутри Вас Родителей Голос Родителей Внутри Вас Настолько Сильный Да Настолько Он говорит Что Ты Либо Делаешь Как Нужно Либо Ты Вот Не Такая Да Настолько Вы Подавляете Своё Хочу В этом Аспект Что Происходит Только Нагопление Обиды Понимаете И оно Будет Происходить То есть Вы Будете Обижаться Вы Будете Неудовлетворены Вы Будете Негативно Все Воспринимать Почему Потому Что Нагопление Обиды Невозможно Остановить Без Реализации Желаний То есть Нельзя Просто Сказать Как Не Избавиться От Обид Да Нельзя Просто Взять Избавиться От Обид Нет Можно Конечно Да Это Один Процесс Избавления От Обид Но Другой Процесс Это Компенсация Это Реализация Своих Желаний Это Реализация Того Что Составляет Обиду По сути Дел Вот Дальше Ну То Что Вы Пишите Да То Что Вы Пишите Это Значит По сути Жалоба Это Жалоба На Значит Таню На Тетю Что Они Делают Что Это Не Так Что Они Поступают Не Верно Позвите Это Детская Позиция Еще Раз Да Давайте Подумаем Почему Вы В детской Позиции Находите До Сих Пор То Есть Как бы Детская Позиция Да Она У вас Есть Это Реальность И И Игнорировать Эту Реальность Ну Было Было Глупо 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 Игнорировать То Что Есть Вот Почему Потому Что Вы Не Удовлетворены Вы Свои Попередности Не Реализуете Это Означает Что Чтобы Стать Взрослым Чтобы Сделать Шаги К Созданию В себе Гармоничной Личности Не Необходимо Грамотно Отслеживать Реализовывать Своим желанием Беря личную За это Ответственную Понимаете Вот Смотрите Вот вы Пишите Значит Так Значит Пару дней назад Пару дней спустя Гуляла на улице Меня вдруг Позвали В 7 вечера Это было очень рано Я удивился Но как Позвали Реализовывать Пошла Вот Вас Позвали Кто Врослые Значит Но не Ваша Родинка Вы Знаете 7 часов Рано Вы Не Спросили Почему То есть Вы Не Подвергли Критике Вот Это Вот Ну То Что Вас Позвали Вы Не Подвергли Критике Вы Просто Взяли И Пошли В данном Случае Это Не Послушание Это Подчинение Понимаете Послушание Послушание Это Когда Вам Говорят Что Вот Тебе Тебе Нужно Сделать То 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 Для Того Чтобы Получить То 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 Если Ты Не Сделаешь Этого То Будет То 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 Что Будет Для Тебя Негативно Ты Согласен С Этим Что Это Будет Негативно И Вы Так Да Я Согласен Для Меня Это Будет Негативно Например Переход Там Дороги На Зеленый Цвет Например Когда Машина Едет Да Машина Едет И Вы Переходите Дорогу Опасно Опасно Вот Все Тут Вы Послушны Ну Когда Вам Говорят Иди Домой 7 часов Просто Говорят Иди Домой И Вы Идете Это Подчинение Потому Что Никому Не Будет Хуже Объективно Если Вы Погуляете Но Вы Не Подвергает Это Критика Знаете Дальше Мне Объявили Что Я Должна Остаться Дома Так Как Таня Идет Гулять И Ей На Моя Куртка Вот Значит Я Дала Отпор Сказав Что Куртка Моя У меня Налетела Значит Ну Родственники И Из куртки Стали Вытряхивать Конечно Они Это Сделали Да Потому Что Они Сильные Вот Давайте Подумаем Давайте Подумаем Почему Они Так Сделали Вот Эти Люди Для Чего Они Так Сделали Потому Что Хотели Чтобы Саня Подела Вашу Куртку Кстати Для Меня Загадка Как Сочет Разницы В Один Это След Да Да Один Свет Она Старше Как Ваша Куртка Могла Бы На Нее Налеть Вот Это Конечно Загадка Даже При Условии Если Вы Были Полненькой Да Все равно Ну Как Это Странно Немного Вот То Тут Нужен Мотив Понять Именно Родных Людей Вот Именно Удалось Телефон Отключило То И По сути Насилие По сути Насилие По сути Насилие Недобрат Так Значит Приехав Домой Я рассказала Маме Про Блинные Про Дух Как Меня Вытокнули Из Моей Куртки Телефон И Вот Вы Пишите Я Ожидала Другого Это Ключевый Момент Вы Ожидали Того Что Вас Защитят Хотя На самом Деле Вам Просто Нужно Было Приехать И Сказать Мама Я Больше К ним Не Поехал Все Все Но Вы Хотели Поссорить Маму И Тетю Вы Хотели Чтобы Она Мама Устроила Разборки Зачем С одной Стороны Чтобы Чувствовать Себя Значимой Потому Что Вам Не Позволяли Делать То Что Вы Хотите Вам Не Позволяли Быть Тем Кто Вы Не Позволяли Пробовать Себя С другой С С С Чтобы Чувствовать Себя Защищенный Понимаете Итак Во всем Я не буду Разбирать Дальше Потому Что То Что Вы Пишите Это По Сути Уж Как Б Детское Передское Проживание Да То Что В принципе Они Идут По одному Сценарию Что это Одним Сценарий Перекладывание Ответственности Вот Скажи Другое Скажи Другое Когда Ваша Мама Заболела Да И После Этого Стало Плохо Папе И Вы Видели Что Ему Тяжело Ну Что Он Может Умереть Да Вот А Вы Испугались Почему Панические Атаки У вас Откуда Страх Откуда Страх Возникает Из-за Того Что Смерть Близких Знакомых Вам Людей Означал Действия Знаете Какая история Страх Это запрет На Какие-то Действия Страх Спрашивай Насчет Страны Вот Знаете Вот Что Такое Страх Отсюда И Паника Отсюда И Панические Атаки Как Как Так Он Там Вот Кто-то Умрет Да Как Что Я Буду Делать Одна Как Так Это Вот Но Страх Приходит Не Случайно На Сам Дель То Страх Это Это Запрещенные Чувства Это Запрещенные Эмоции По Сути Дел И Именно Поэтому Именно Потому Потому Что Страх Это Запрещенные Значит Эмоции Запрещенные Чувства Вы Боитесь То есть Вы Хотите Этого На самом Деле Не Того Чтобы Умерли Родственники Конечно Но Вам Хочется Чтобы Они Дали Вам Свободу На Подсознательном Ровне Но Вы Не Знаете Что Делать С Этой Свободой И И Поэтому Вам Так Страш По Сути По Сути Научившись Научившись Брать На себя Ответственность За Свою Жизнь Да Научившись Брать Ответственность Вы Избавитесь И От Панических Панических Атак Вот То Сделать Здесь Не В Лекарствах Не В Психотерапевте И Так Дало Сделать Здесь Именно Просто Только В том Чтобы Вы Брали Ответственность Адекватную На себя За Себя Ж По Сути По Сути И Все Знаете И Все Проблем Проблем Больше Не Будет Знаете Но Опять Ж Опять же Тонкость В Всем Да Вот О чем Я Говорил Изначально Да О чем Я Говорил Изначально Что Если Вы Сами Если Вы Сами Не Хотите Работать Над Собой Да Допустим Если Вы Сами Не Желаете Работать Над Собой Опять же Допустим Вот То Помочь Вам Ну Не так То Легко Будет На Самом Деле Потому Что Извините Во Мне Само Этого Заказа То Если Вы Считаете Что Ваша Мама Должна Вас Защищать До Сих Пор Да То Если Вы Считаете Спорт Она Должна Была Это Делать А Вас Там Натуральные Жалобы Идут На Других Людей Да Зато Как Они Могли Мне Сказать И Далее Я Попробую Это Может Сломать Ребенка Это Все Перекладывание Ответственности Это Все Жестная Оппозиция То Да Вы Правы В том Что Это Действительно Может Сломать Вы Правы По Смыслу Вы Правы Вот Но По Контексту По Контексту Понимаете Ведь Вы Ребенок И Ребенка Здорового Ребенка Ответственного За себя Да Не Сломает Никто И Ничего Понимаете И Если Человек Ну Как Бы Вот Человек Да Если Он Говорит Уже Ну Что То Да Ну Просто Что То Говорит Человек Говорит Там Что Вы Полное Да Ну Или Что То Еще Его Уже Не Поменять Его Уже Не Переделать То Уже Так Сказал Этот Человек По Другому Быть Не Может Но Вы Ждете Вы Ждете Что Он Будет Вести Тебя Иначе То Вы Надеетесь Что Он Поменяет Это Тоже В Данном Случае Детское Мышление Понимаете Вот Потому Что Ну Люди Не Меняются Вот Если Они Сами Этого Не Хотят А Не Хотят Они Не Захотят Они Этого До Сих Пор Пока Им Будет Выгодно Знаете Вот Пока Им Выгодно Эм Их Поведение Их Позиция Они Не Будут Меняться А Зачем Для Чего Зачем Что Это Менять Знаете Ну У меня Есть Как Бы Привычная Модель Поведения Да Я И Следую И Все Зачем Мне Что Это Менять Это Трудно Это Забраться Вот Знаете Вот Так Вот Вы Маме К маме Обращаетесь Тоже Вы Ей Своните Да Получаете От нее Подтвердение Что Вы Не Умираете Все Все Хорошо Ну Соответственно У У У У У Высокая Ориентированность На Оценки На Социальную Оценку Вот Хотелось бы Знать Для чего Вы 18 Лет Вы Замыщ Зачем Вы Родили Дочь 22 Года С С С У У У Панических Атак И С У У Того Что Вы В 90 Были Были Далее Вы Писаете Что В 23 Года Несмотря На Своей Панический Атак И Страх Смерти Была Попалена В У Словия 90 Вот Что Это Значит Вы Объясняетесь На 90 Что Они Наступили Не Вовремя Или Что Какая связь между девяностями и тем, что у вас панические атаки и страх смерти. Вот. Понимаете? Вот вы делали всё для других. Понимаете? То есть, у родных было соревнование, как бы, аргументом, в которых выступали вы и Таня, и вы, вы, ориентируясь на родных, да, то есть, как же, вот родные меня защитят, родные же, они знают, там, как лучше знают, что надо, вот. Вы позволили, позволили, по сути, этому соревнованию иметь место быть. Вот. Ожидая, что вас защитят. Вот. Знаете, какая, какая история? Так. А, дальше. Так. Он сказал, тебе надо, ты ищи, это была точка, точка невозврата. Что значит точка невозврата? Это значит, что вам, наконец-то, дали возможность себя раскрыть. Правда, я еще раз повторяю, не очень понимаю, почему вы поступали в университет, не озаботены тем, что, как вам работать, карьеру устраивать и так далее. Вот, почему так рано родили ребенка там. Вот. А, значит, ну, соответственно, начали работать, 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 мужество работать. А, ну, да, то есть, вот, опять же. Муж, муж, по факту, вас сбросил. Вот. Он, как бы, ну, сказал, что я тебе помогать не буду, не буду. Вот. Мне надо сказать, работать, ищи. Когда вы находите работу, а муж начинает работать с вами. Вот откуда такое принятие? А, принятие, собственно говоря, ну, его. Для чего? Почему? Из-за желания сохранить семью, возможно. А зачем сохранять семью вам? Для чего сохранять семью? Чтобы что? А сохранять семью нужно? Нужно для того, скорее, чтобы мама, опять же, мама, чтобы была довольна. Знаете, какая история? Не вы, а мама, чтобы мама была довольна. Скорее всего. Ну, я так вот, думаю. Я так подозревал. Подозревал. Вот. Вот и получается, что делаете вы все не для себя. Вы все еще боретесь с Таней. Хотя на самом деле, на самом деле, борьбу с Таней придумали ваши родители, ваши родные. И все. Они эту борьбу придумали вполне возможно из-за того, что родные, как бы, ну, более бедные. Бедные, может быть, может быть, я не знаю, я не знаю, как на самом деле обстоит, но, может быть. Или родные считали себя более бедными, да, что взяли у вас куртку. Вот. И хотели, хотели. Тем самым всему гордиться. Столько и всего. Знаете. Столько и всего. Вот. Вы до сих пор, вы до сих пор боретесь. До сих пор. Понятно. А борьба это всегда не забудем. Вот. Так. Ну, дальше у него любовница появилась. Ну, естественно, вы же себя не цените. Вот. Так. Ну, про то, что вы отдали, я сказал. Вот. Данные звонки. Тут вы жалуетесь на него, да. Значит. Ну, на то, что. Ну, вы жалуетесь на то, как он себя ведет. Вот. Значит. Помогли друзья. Я была потрясена этим поступком. Вот опять. Вот опять. Здесь у вас ожидание. Знаете. То есть вы потрясены поступком человека, который, который, вам сказал, что тебе нужны деньги, ты и ищи. Чего можно было ожидать еще от этого товарища? Вот вы скажите. Сами подумайте. Чего можно было ожидать от него? Знаете. Да. Но вы чего-то ожидали. То есть продолжали ожидать. Смотрите. Почему? Какие у вас были, какие у вас мотивы были? Ожидачи от этого. Нет. Нет. Ведь уже после того, как он не захотел искать работу, все, все ясно стало. И я уверен, ясно и вам. Что же. Я уверен в этом. Но вы, вы не хотели принимать реальность. Почему? Потому что вам было невыгодно это. Невыгодно принимать реальность. Принять ее означает развестись, а разводов в вашей семье, как вы говорите, не было. Вот. И если вы разведетесь, значит станете, ну, допустим, допустим, хуже, чем ты станешь. Опять же. Знаете, какая история. Вот. Вы ли это здесь? Нет. Не вы. Знаете. Ожидания ваши связаны с детской надеждой на защиту, детской потребностью в защите. Да. Ожидания связаны с тем, что вам не давали свободу. Очевидно. 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 Вы же, для себя вы по факту ничего не делаете. Для себя именно. Именно, именно для, ну, для самой себя вы ничего не делаете. По сути. По сути дела. Вот. То есть очевидно, совершенно очевидно, да, что вы не ожидали от мужа такого поведения, да, и были потрясены им. Потому что вам отчасти, отчасти, это выгодно. Вот. Это привычное для вас, удобное для вас состояние. Вот. Когда, ну, вот, вы потрясены, вы в растерянности, вы в шоке, и вы можете не делать того, что нужно. Вы можете не делать того, что требуется от вас. По факту. Да. По факту. Так. Дальше. Идем. Так. А, значит, съязчивая для ребенка. Пишите вы, да, претворяли ее сокровенные мечты. Зачем? Реализовывали свои. Свои-то мечты не могли реализовывать. Вот и все. Записи концерта, они сняты телепрограммы. Это вы все как бы выставляете на показ. То есть вот посмотрите, что добилась я. Вот посмотрите, что я смогла. А теперь подумайте, не делали ли то же самое ваша мама? Ладно. Так, я доверяла мужу и в мыслях не могла допустить, что у нас будет развод. Жили спокойно, без скандалов. Это не то, что определяет счастливую жизнь без скандалов. Быть может скандалы и были нужны, как раз. Потому что скандал это эмоции, а скандал это чувства. Вот. А почему вы не стали прописываться туда с ребенком? Опять же. Купили квартиру, а вообще прописываться не стали. Почему? Снова, снова отсутствие защиты своих интересов. Вот. Значит. У нас разводов не было и как-то, когда я рыдал, размазывая слезы по щекам, жалеет себя. И вообще, мама не бросала, сама виновата. Она считала, что... И вот опять. Вы опять ожидаете от нее других слов. Но эти слова нужны вам. Это ваша ответственность. Знаете. Какая история. Это ваша ответственность. Ну вот. Ну вот. Вот опять вы пишите о своих достижениях. И говорите, что я почему-то недостаточно хороша для мамы. Потому что вы не гармоничны. Так. Значит. Ну вот. В принципе. В принципе. То, что я могу вам сказать. Вы увидели. Я надеюсь, свои основные проблемы. Ага. Что это можно исправить. Было бы ваше желание. Было бы, было бы, ну, было бы ваше понимание того, что это можно исправить и нужно исправлять. Вот. Выбирайте себе психолога на нашем ресурсе хотя бы и начинайте работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.